Всем добрый день, программа «Точка зрения» в эфире Большого Радио. Вместе с вами Елена Игольна, за режиссерским пультом Евгения Жукова. У нас Екатерина Владимировна Веретенникова. Добрый день. Добрый день. Консультант отдела воспитания дополнительного образования и охрана прав несовершеннолетних, комитет по образованию администрации города Мурманска. Добрый вечер. Рады вас видеть. Мы с вами встречались в преддверии летней оздоровительной кампании для детей. Теперь можно отчасти выдохнуть, да, и подвести итоги. Как мы успели с вами немного поговорить, этот сезон удался? Этот сезон действительно удался. Мы очень рады, что он прошел плодотворно, очень энергично. И самое главное, нас очень порадовала мурманская погода, поэтому мы смогли выполнить все, что намечалось, и даже немножко больше. Как по запросу. Все наколдовали, все нашаманили, значит, не зря была проведена колоссальная работа. По итогу, сколько детворы отдохнуло в городских оздоровительных лагерях? Ну, про экспедицию мы прямо отдельно поговорили. Если брать только городские оздоровительные лагеря, у нас отдохнуло 2000 детей за всю летнюю кампанию. Работали городские лагеря у нас все лето, три смены. Поэтому вот от 1 июня и практически середины августа детки мурманские были заняты городских оздоровительных. Причем они действительно были заняты, потому что для них была предусмотрена не только здравительная компания, но еще и усиленное питание и весьма насыщенная развлекательная программа с большим обучающим компонентом. Конечно, подготовительная работа, как мы ранее говорили, была проделана колоссальная. Это и организация питания детей, это и подготовка различных мероприятий, это и разработка программ для лагеря определенной направленности. Мы говорили о том, что дети знакомились с различными профессиями, то есть не только отдыхали, не только оздоравливались, не только наслаждались мурманским летом, но и узнавали что-то о профессиях и выбирали что-то для себя. Это очень правильно. Почему? Потому что есть повод задуматься, есть повод посмотреть. Неприкинуть, посовещаться, посоветоваться с теми людьми, которые представляли на своих рабочих местах. Это все части, составные той политики, которая направлена на то, чтобы дети, которые здесь живут, чтобы они здесь же учились и здесь же по итогу оставались работать. Нам это нужно. Конечно, конечно. С кем родители отзывы вам какие-нибудь оставляли, так называемые в фейсбеке? Вы знаете, вот как раз об этом, когда ехала к вам, как раз об этом думала. Наверное, за все то время, что я, например, работаю, столько отзывов, положительных отзывов родителей об организации городских оздоровительных лагерей я еще не видела. Прекрасно. Ну, это тот показатель, что действительно рады родители, все было организовано на высшем уровне, рады дети. Поэтому только остается надеяться, что тот заряд бодрости и энергии, который они получили в учебном году, они все реализуют успешно. Все реализуют. А скажите, пожалуйста, вот есть сайт Комитета по образованию города Мурманска, администрации города Мурманска. Свои отзывы и пожелания можно оставлять у вас на сайте, или для этого есть специальные страницы, может быть, где-то еще в соцсетях? Родители могут присылать так же, как и на Комитет по образованию. Там есть определенные формы обратной связи. Родители присылают очень много отзывов. И в образовательные учреждения непосредственно приходило много положительных отзывов. И в администрацию города Мурманска. То есть для того, что даже в правительстве Мурманской области писали о городских лагерях положительно. Ой, мы ждем, когда ваш труд окупится с Торицей. И вам еще и за это, как минимум, грамоты. Хотя хотелось бы и побольше, конечно. Потому что действительно работа проведена серьезно. Давайте немного про питание чуть-чуть поговорим. Потому что удивительно, но в этом сезоне, кстати, по-моему, равно как и в прошлом, никаких нареканий по поводу питания не было. Абсолютно никаких. И наоборот, все остались родители и дети довольные. Мы отслеживали и контролировали, как питание, соответственно, в лагерях осуществляется. Скажем так, съедали все. Детям нравилось. Детьми общались. Дети говорили о том, что кормят очень вкусно. Им нравится. При этом уже второй год действительно действует новое меню. Меню, которое разработано специально для детей, проживающих в условиях Крайнего Севера, с теми блюдами из продуктов, которые производятся непосредственно здесь. Ну вот да, это тоже особый вопрос. Почему? Потому что все то, что официально и все то, что одобрено самыми разнообразными санпинами, далеко не всегда бывает вкусно. Потому что вот это распрекрасное здоровое питание для детей иногда не так приятно, как хотелось бы. Смогли все-таки меню составить таким образом, что дети были довольны. Вот процесс питания, который у нас, он вообще не с колес работают? Или комбинат школьного питания участвовал в кормлении детей? Это главные организаторы питания, они же единственные, которые непосредственно этим занимаются. И школьников комбинат, центр школьного питания, конечно, кормил. Включая овощи, фрукты, сезонные. Все абсолютно, все питание в городских озраительных лагерях, это отвлекло на плечи центра школьного питания. А было ли, как в нашем любимом фильме, посторонний вход, добро пожаловать, или посторонний вход запрещен, взвешивание детей в начале смены и в конце? Обязательно. Приветствую. Летние смены, да, летние смены как раз таки этим и отличаются, когда измеряется уровень оздоровленности, да, мониторинг проводится специально. Потому что в каждом оздоровительном лагере, и это вот следует отметить, это не просто клуб, куда дети ходят, да, где-то дети там развлекаются. Здесь идет обязательный осмотр, ежедневный осмотр медицинского работника, который на протяжении 21 дня был вместе с детьми. Конечно, детей осматривали и в начале, да, и смотрели, к какому результату пришли в конце. И вот, кстати, по мониторингу оздоровленности, 93% детей имеют высокий уровень оздоровленности. С отсутствием оздоровительного эффекта у нас детей таких нет просто-напросто. О, это прекрасно. 93% это очень большое. В наших все равно, как бы лето хорошо не было в плане погоды, север, он и есть север. И надо детей подготовить по возможности к новому учебному году, и я искренне надеюсь, что это удалось. Из вот тех отзывов, которые поступали, кому больше приглянулась программа в детских оздоровительных лагерях? Младшим детям или старше прониклись тем, что для них было придумано? Вы знаете, так разделить, наверное, будет очень сложно, потому что отзывы были разные. И критерии разные, да. В основном, конечно, это где-то дети начальной школы. Почему? Потому что летние лагеря, городские лагеря, да, в основном, основная масса детей, это дети начальной школы, ну, где-то среднего звена. Детки, которые постарше и которые находились в это время в городе Мурманске, старались все-таки уже организовать свой досуг посредством трудоустройства и участия в проекте «Работа рядом». Вот мы сразу и добрались до проекта трудоустройства «Работа рядом». По итогу, сколько детей смогли не просто отдохнуть, но еще и заработать? А если мы говорим только о образовательных учреждениях, потому что трудовые места у нас организованы были как на базе образовательных учреждений, так и на базе других предприятий, вот. Только в школах дети смогли, простите, 741 ребенок смог за все лето работать в школах. А насколько является коммерческой тайной выяснить, что максимально получали дети? Говорят, нельзя заглядывать в чужие кошельки, но, тем не менее, какая-то статистика же все равно имеется, и чем они могли похвастаться и были ли они довольны тем, сколько им заплатили? В этом году у нас впервые прошла такая практика, что дети работали не целый рабочий месяц, а 12 рабочих дней. Это удобно оказалось, это действительно показало свою результативность, результативность, потому что у родителей меняются планы, родители хотят детей вывести, да, и вот из-за того, что дети прерывали рано, могли прервать рано свою трудовую деятельность, вот эти 12 дней они показали свою результативность. Вот за эти 12 рабочих дней дети в среднем получили около 20 тысяч. Хм, так это очень даже неплохо. Разговаривали с детьми, и причем очень понравилась позиция, хоть еще несовершеннолетние дети, но уже очень рационально пытаются использовать средства, которые заработали самостоятельно. Кто-то на подготовку к новому учебному году, да, купить что-то, на что он хочет сам, соответственно. Кто-то на подарки близким, кто-то на какие-то путешествия по области, ну, с родителями понятно. Вот, но вот подход детей к тому, что это те первые деньги, которые заработали они собственным трудом, и как они этим распоряжаются, это, конечно, дорогого стоит. Дорогого стоит, и это очень уважительно. Скажите, пожалуйста, запрос на то, чтобы дети имели возможность работать, оставаясь здесь в Мурманске, он всегда есть, и он явно прогрессирует. На будущий год возможно ли сейчас, например, планировать увеличение рабочих мест? Вы знаете, мы ежегодно увеличиваем количество рабочих мест, вот даже если, не забегая далеко, в прошлом году летом поработало 500 детей, в этом году 741, уже на 240 детей у нас увеличение идет. Конечно, мы стараемся увеличивать количество рабочих мест, потому что есть потребность в этом. Есть потребность. Сейчас поменялась государственная политика, и достаточное внимание уделяется возможности школьникам работать, снижена планка возрастная. В принципе, не считаю это плохим и зазорным. Да, у нас достаточно тяжелый учебный процесс. Но, тем не менее, есть, например, классы, вот, десятый, да, которые от ОГЭ, они уже освободились, самый тяжелый и напряженный одиннадцатый класс у них уже впереди, то есть десятый такой промежуточный, когда можно позволить себе учиться и работать. Есть ли в планах продлить и дать возможность зарабатывать детям в рамках учебного года, в период учебного года? Конечно, такая возможность есть, и если, соответственно, финансирование нам позволит, то школы готовы, дети готовы, и по прошлому, даже учебному году дети работали осенью. В этом году, в 2023-м, дети работали весной в течение учебного года, свободные от учебы. Конечно. Понятно, что в соблюдении всех требований трудового законодательства, но такую возможность дети имеют. Мне кажется, это очень востребовано и правильно. Если есть возможность, почему нет? Свободное от учебы время. Свободное от учебы время. Потому что учеба, конечно. И хотелось бы, да, без снижения оценок успеваемости. Да. Хорошо. Где дети побывали? Потому что по городу они ходили, мы их видели, но были еще и классные совершенно экспедиции по Кольскому полуострову. Все ли удалось, и что больше всего запало в душу? Уникальный, конечно, вид организации отдыха детей, мурманских детей, это участие в профильных экспедициях. 240 школьников побывали в этом летом в экспедициях по Кольскому полуострову. Сразу следует отметить, конечно, это дети, не все подряд, да, это дети, которые в течение года, учебного года, занимались в системе дополнительного образования, туристской направленности, вот, поэтому они смогли свои уже полученные знания реализовать, как говорится, на практике. Вот. Уникальные экспедиции были в этом году. Дети побывали вот от самого юга Кольского полуострова, в Кандалакшском районе, в Кандалакшском природном заповеднике, и до самого севера побывали поселки Дальние Зеленцы. Вот. Посетили Сейдозеро, были в Хибинах, в районе Хибин, да. Вот. Конечно, экспедиции были уникальны, и повезло, еще раз повторюсь, повезло с погодой, отзывы были только положительные, дети были счастливы, организаторы, соответственно, счастливы дети. Ну, я могу представить, каковы организаторам в рамках похода, почему? Потому что здесь уже колоссальная ответственность лежит, природа, она есть природа, край у нас непростой, а тут надо их всех держать в поле зрения, и при этом еще чему-то обучить. А вот в справках с сухим чиновничьим языком написано, отработали туристские навыки. Что туда входит? От умения поставить палатку или от умения ориентироваться на местности, в том числе выживать в не самых простых условиях природы? Вы знаете, входит действительно абсолютно все. И то, что вы сейчас перечислили, это и отработка навыков, оказание первой медицинской помощи, это реагирование в каких-то ситуациях, скажем так, в нестандартных ситуациях, когда вот дети понимают, что природная среда – это не шутки, когда действительно надо быть постоянно на чеку. И дети показали, конечно, в этом году у нас высший уровень знаний в области, особенно оказание первой медицинской помощи. Понятно, что это все было теоретически, да, то есть никаких таких ситуаций экстренных не было. Но, тем не менее, все прошло великолепно. Со зверюшками встречались, с Олежками, с зайками, рассказывали, не рассказывали. Мишки, нет? С мишками, слава богу, да. Прекрасно. С мишками, слава богу, нет, не встречались. Вообще, при организации экспедиции, сразу хочу сказать, что идет большой контроль не только со стороны педагогов и центров, которые организуют непосредственно экспедиции. Здесь каждая экспедиция, с каждой экспедиции были сотрудники МЧС, были правоохранительные органы, все были в курсе, какие где экспедиции, и, конечно, осуществляли жесточайший контроль, потому что это дети, главное, все-таки это их безопасность. Как мы раньше ходили только с классным руководителем, вообще ума не приложу. Мы каждый раз говорим о том, что вот эта опека, которая сейчас обязана быть, потому что мы бережем, мы сохраняем, но при этом, наверное, лишаем все-таки доли самостоятельности детей, не потому что их нужно выпустить из-под контроля, контроль должен быть всегда, но очень много со стороны наблюдателей и тех, кто пытается их сберечь от всего, чего только возможно и нет. На самом деле, да, если брать себя в детстве, дети просто не замечают того уровня контроля, который осуществляется, он был всегда, и, конечно, для детей, конечно, они остаются в природной среде, и им кажется, что они безумно самостоятельны, вот, но, тем не менее, под контролем они находятся все 24 часа во время экспедиции. 24 часа. Возвращаясь к рабочим местам, которые были, это же были рабочие места на базе школ, на базе школ. Мы, кстати, каждый раз об этом говорим. Я понимаю, что есть целый свод правил, нормативных актов, подзаконных актов по ограничению количества рабочих мест и вообще сфер, где могут работать дети. Но, тем не менее, вот даже с учетом этого прессинга, я считаю, что это прессинг самый настоящий, возможно ли на будущий сезон, допустим, предоставить рабочие места не только на базах школ, но и по запросу каких-то предприятий? Они организуются. Есть, да? Конечно, да. Это и на базе объединения молодежных центров, это и управление дорожного хозяйства. Были организованы трудовые места для несовершеннолетних, и дети, соответственно, работали и там. Я просто вам сказала, да, 741, это только в школе. Это только в школах. Это только, да, про школы. Соответственно, да, дети у нас этим летом работали, и на базе других предприятий, да. Мы сейчас немного прервемся на рекламу, а потом с удовольствием продолжим. Наша программа «Точка зрения» продолжается. Напомню о том, что у нас в гостях Екатерина Владимировна Веретенникова, консультант отдела воспитания дополнительного образования, охрана прав несовершеннолетних, комитет по образованию администрации города Мурманска. Как всегда, долгие названия, которые весь функционал в себя включает. И мы с вами остановились на том, что, да, дети работали не только в школах, дети работали на базе предприятий, запрос есть, и он нужен. Мы даже успели обсудить, что в этом году часть бумажной волокиты... Немножко уменьшилась. Немножко уменьшилась. И это хорошо, на радость всем причем, да. Не только вам, как работникам образования, но, естественно, для родителей и для детей. Вот та самая опека, про которую мы все столько копий сломали. Хорошо. Вот когда мы встречались в предыдущие разы, и в том числе с преподавателями, директорами учебных заведений, на базе которых работали детские лагеря, я поняла, что их цифра, она, в принципе, не достаточно стандартная. Из сезона в сезон. Нельзя сказать. Вот есть школы, которые меняются адреса, но школы, их количество там резко не увеличивается. Это исходя из запроса, сколько детей остается и сколько детей планируют провести свое лето в городе. Про трудоустройство, да? Нет, это вообще про детские оздоровительные. А, про детские оздоровительные. При подготовке к детским лагерям очень смотрится на все. На то, какие ремонтные работы будут в школах проводиться, где будут проводиться экзамены. Соответственно, чтобы детский отдых был максимально обеспечен безопасности и комфортности. Вот, конечно, проводится большая работа. И поэтому здесь нельзя сказать, что это одни и те же школы. Это те школы, которые, соответственно, могут принять детей. И количество детей, которые посещают городские оздоровительные лагеря, конкретно в каждой школе, рассчитывается от того, сколько эта школа может принять детей. Кто-то больше, кто-то меньше. Поэтому изначально все рассчитывается. Хорошо, давайте немного помечтаем. Мы же можем это себе позволить. Вот смотрите, у нас есть такие очень мощные лагеря, у нас всероссийского значения, Орленок, Артек. И при всем при том, разные области, ну, тот же самый Краснодарский край, да? У них очень много базовых лагерей. Они уже существуют годами, некоторыми десятилетиями и так далее, и так далее. Была ли когда-то мечта у нас в Мурманской области создать нечто подобное, какой-то базовый опорный лагерь в красивом месте, куда можно было бы совершенно запросто, не две тысячи за три смены, а две тысячи человек прямо в одну смену, потому что дети хотят, им интересно. Не всегда обязательно отдыхать где-то за пределами родной области. Были ли такие мысли хотя бы? Вы знаете, конечно, если бы такие лагеря существовали вот именно в области, мы бы с удовольствием принимали участие в их работе и, конечно, направляли туда детей. И, кстати, здесь хочу сказать, лагеря есть в Мурманской области, куда дети могут выехать отдыхать не только летом, но и в течение учебного года. В Кандалахском районе действуют два лагеря. Это лагерь Гандвик и Зеленоборская санаторная школа-интернат, которые работают практически круглогодично. Зеленоборская школа круглогодично, Гандвик в период школьных каникул. И поэтому родители могут подавать заявки, смены, которые организуются, они также на сайте комитета по образованию указаны. И, соответственно, сроки, когда родители могут подавать заявления в те или иные учреждения. Они есть, конечно, две тысячи одновременно они там не смогут принять. Но так как они работают постоянно, то есть у родителей есть какой-нибудь сезон, возможность отправить туда ребенка. Ну, это да, это юг области, где все-таки теплее, иная природа. Не в том плане, что красивая, она просто иная, не такая, как здесь. Не так далеко от дома. То есть если родитель очень переживает, что ребенок далеко уедет, он, соответственно, может отправить его где-то здесь по области, чтобы поближе быть. И приехать на выходные издалека посмотреть. Издалека, конечно. Издалека, да, это вдруг какую-нибудь бациллу привезет с этого города. Так, хорошо. Вот смотрите, сезон сейчас завершился. Я же знаю, что у вас беспрерывный рабочий процесс, и вы, несмотря на то, что всего-навсего сегодня 15 сентября, уже явно задумываетесь о годе следующем. Вот сегодняшняя работа, на что она подразделяется и что она себя включает? Да, мы уже не только задумываясь, мы уже в работе идем полным ходом по подготовке образовательных учреждений к осенним здоровительным лагерям, которые будут на базе шести школ мурманских работать. Работа лагеря будет с 30 октября по 3 ноября, 5 дней лагерь будет, как раз это школьные каникулы. Вот, поэтому родители уже сейчас могут ознакомиться со списком тех школ, которые будут работать у нас осенью и уже начать подготовку к подаче документов в здравительные учреждения. Так, подача документов. Когда и кто дает отмашку? Где надо следить? На сайте комитета по образованию мы размещаем всю эту информацию, когда родители и каким способом могут подать заявление на здравительный лагерь. Вот здесь следует отметить, что уже в этом сезоне мы вплотную работаем с порталом госуслуг. Он уже апробацию летом прошел и прошел успешно довольно-таки. Понятно, это был первый сезон. Мы очень старались удовлетворить все желания родителей. Поэтому родители могут, соответственно, подавать и через портал госуслуг заявление на организацию отдыха детей. Ну, я понимаю, что это пять дней, но, тем не менее, начинка будет другая, потому что сейчас уже театры заработали, кукольные театры заработали. То есть, по крайней мере, развлекательную программу и познавательную можно изменить. Да, очень много центров различных, которые готовы работать с детьми и уже предлагают, присылают нам свои предложения. Что они могут предложить именно вот в осенние каникулы? Вот начальники лагерей, которые планируются, начальники лагерей, да, уже вовсю составляют программу. Я хочу сказать, что программа будет очень интересная осенью. Сейчас идет подготовка к первым осенним каникулам, к этим лагерям. Потом сразу начнется, я так понимаю, что подготовка к зимним каникулам. Да, зимние. Или параллельно все происходит. Зимние каникулы, особенность этого года у нас уже вот в феврале мы провели, то есть, если раньше лагеря были в декабре, и, как показала практика, учебный процесс заканчивается 30 декабря, и дети разрывались, конечно, и лагерь, и учебный процесс, то сейчас эти лагеря будут проходить в феврале. Это очень востребовано, и в этом году мы уже проводили, в этом феврале 23-го эти лагеря, и показали огромную востребованность. Это маленькие вот эти каникулы февральские, промежуточные. Да, это как раз оздоровительные каникулы. Первый раз были лагеря именно в феврале, и еще раз повторюсь, показали огромную востребованность со стороны родителей, потому что это дополнительные каникулы, и особенно родители малышей, первоклассников, да, которые заняты на работе. И для них это очень удобно. Да, но обычно на зимние каникулы все-таки многие предприятия позволяют своим сотрудникам отдохнуть, и родители находятся вместе с детьми, а вот промежуточные февральские каникулы. И, кстати, вот здесь хотелось тоже уделить внимание, при планировании городских оздоровительных лагерей, а мы уже на следующий 24-й год уже сейчас начинаем задумываться о том, где будут у нас лагеря в течение всего года, да, 24-го. Следует отметить, что каждый сезон мы рассчитываем так, чтобы равное количество лагерей было в каждом районе города. Это условно прежде всего, это нужно для того, чтобы удобно было родителям организовать отдых своих детей, чтобы не возить через весь город, максимально удобно к месту жительства. Это удобно для родителей, поэтому одинаковое количество лагерей планируется уже сейчас. Но это не просто удобно для родителей, это вообще для них весьма малозатратно, потому что стоимость одного ребенка, она какая-то, ну, какие-то смешные деньги, как мне кажется. 50 рублей в день. 50 рублей в день. То есть осенняя смена, это 5 дней, то есть родители платят 250 рублей. Каждую смену всегда, вот каждый сезон, сколько родителям мы об этом не говорили, но постоянно родители очень удивляются, как так можно. Так килограмм картофеля стоит сейчас дороже, чем 50 рублей. В общем, 5 дней ребенок в лагере, где будет организовано двухразовое питание, питание всегда, но и сбалансированное, под четким контролем находится, да, то есть ребенок не будет есть, что попало, родитель может быть спокоен, что ребенок будет и накормлен, и накормлен качественно, и досуг его будет организован, и, соответственно, обеспечена его безопасность. Но, тем не менее, да, все же дорожает, стоимость растет, продовольствие в том числе, продуктов. Вообще планируется повышение для родителей? Для родителей нет. Для родителей нет. Это уже затраты бюджета, городского, областного бюджета, но стоимость родительской платы не будет повышаться. Это, конечно, огромная социальная мера поддержки для всех категорий населения. Вот, прежде всего, рассчитано на то, чтобы все дети смогли побывать в лагере. Побывать в лагере и отдохнуть. Так, вообще, перечень того, кто может, имеет право в этом лагере отдохнуть, вообще, какие там самые главные критерии, только лишь мой ребенок никуда не поедет? Городской оздоровительный лагерь рассчитано на тех детей, которые проживают на территории города Мурманска, обучаются в образовательных учреждениях города. Ну, и самый главный критерий – это, конечно, возраст от 6 до 18 лет. А если 6 лет исполнится внутри лагеря? Нет. 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 Это детки еще посещают детский сад. Идите в сад. Чаще всего, конечно, да. У нас не было таких случаев, когда родители вот именно до 6-летнего возраста хотели в городской лагерь, потому что, конечно, такие детки посещают детские сады. Детские сады. Я вспомнила, как давным-давно в своем детстве читала книгу, она была детская, что раньше, раньше очень, но это были, наверное, 50-60-е годы, и детские сады тоже летний период куда-то выезжали. Прям была такая практика. Была такая практика, у меня прямо книжка перед глазами, и даже какие-то красивые картинки. Есть ли запрос на подобную практику среди детских садов? На выездные лагеря сейчас нет. Нет. Сейчас запроса даже нет такого, не то чтобы какая-то необходимость родителей. Нет. Это в основном уже дети школьного возраста. То есть детки маленькие, родители стараются все-таки организовать их совместный досуг с родителями. Были, конечно, такие родители, которые звонили, спрашивали, а можно меня куда-нибудь с ребенком отправить? Но, к сожалению, мы их родительским отдыхом не занимаемся. Вы уж сами как-нибудь свой досуг организуйте. Тематическая направленность и тематическое разнообразие лагерей изменяется ли год от года, сезон от сезона? Конечно. Каждый сезон, даже каждую смену летнего лагеря у нас направлено на определенные какие-то мероприятия. Например, определенный набор встреч, определенная тематика. То есть каждый лагерь здесь уже по-своему рассматривает возможность организации отдыха детей, и он крайне разнообразный. Вот поэтому, да. Ну, потому что есть физики и лирики. Иногда родители, да, имеют возможность, даже приходят и выбирают. Они говорят, вот в этом лагере нам представили такую программу, будет с детьми, а в этом такую. Вот мы даже смотрим и выбираем, куда мы хотели бы пойти. Родители выбирают. Почему дети не выбирают? Мне кажется, это же у ребенка надо спросить, куда он хочет. Ну, возможно, в семье дома они это обсуждают. Ну, главенствующее, конечно, слово будет за родителей. Раз уж мы упомянули привязанность к округам нашего города, допустим, или вот та самая тематика, она дублируется. Например, есть набор вот таких лагерей в Октябрьском округе и в Первомайском. Они повторяются? Они все разные. Все разные. Абсолютно все разные, да. Поэтому сказать, что какая-то программа одинакова будет в каком-то лагере, это невозможно. О, хорошо. Если живет в Ленинском округе, но вдруг приглянулось то, что в Первомайском. Это только желание родителей. Только желание родителей. То есть если у вас есть возможность привезти ребенка, либо же он сам добирается, то здесь ограничений по району нет. Где вы прописаны, туда вы пойдете. Есть родители, да, которые, например, проживают в Ленинском районе, а работают, скажем так, в Первомайском районе. И они говорят о том, что мне удобно, я привез ребенка, отдал в лагерь, сам на работе, потом после работы забрал. Это только желание родителей. Хорошо. Я понимаю, что у нас сейчас речь идет именно о городе Мурманске, да, но тем не менее, вот Коула Мурмаши, ну, гипотетически они прям наши сателлиты. У них своя кухня, свои лагеря, свои лагеря, да? У них свои лагеря, у них своя организация отдыха, где мы все соприкоснаем все вместе, все муниципалитеты, при организации выезда детей за пределы Мурманской области. В этом году у нас больше полутора тысяч, тысяча шестьсот детей побывали на Черноморском побережье Краснодарского окрая, вот, вот, там еще где-то вместе. А так, конечно, при организации городских лагерей, при организации трудоустройства, мы все работаем самостоятельно. И это касается всех муниципалитетов нашей области. Хорошо, допустим, да, я понимаю, что в рамках одного нашего Мурманска, неважно, где ты живешь, можешь выбрать, а если ребенок из Апатитов, ну, у него есть где жить, у тети, у дяди, у бабушки, у дедушки, например, здесь в Мурманске, он может подать заявку родителям на то, чтобы... На городской лагерь? Да, на городской лагерь. На городской лагерь, ну, конечно, все рассматривается и в индивидуальном плане, что за жизненная ситуация, да, у ребенка, и вообще, городские оздоровительные лагеря рассчитаны для детей, которые проживают в городе Мурманске. Ну, ситуации бывают разные, все рассматривается в индивидуальном плане. Ну, не исключено, надо готовиться, да, но это все в строгом таком индивидуальном порядке, я так понимаю. Конечно, все решается в индивидуальном порядке, все решается в зависимости от ситуации семьи. Бывают ситуации, когда приезжает ребенок с родителями, ну, какая-то жизненная ситуация, еще не успел оформиться в Мурманскую школу, но будет проживать здесь, конечно, мы рассматриваем все варианты и стараемся помочь, потому что ребенок всегда на первом месте. Да, мы вроде как все время действительно хотим, чтобы они были при делах, чтобы у них был занятой досуг, и желательно без мобильного телефона или компьютера. Кстати, сегодняшняя статистика свежая, что подростки в возрасте от 12 до 17 лет 6 часов с минутами проводят за самыми разнообразными цифровыми приборами. Да, ну вот поэтому оздоровительные учреждения, как и городские, как и выездные, конечно, больше рассчитаны на то, чтобы вот как раз исключить пребывание ребенка с различными гаджетами, вот, поэтому иногда даже родители звонят, говорят, вот не могу до ребенка дозвониться, я говорю, да занят он сейчас в лагере, вот, конечно, мероприятия различные, где участвует ребенок, ребенок, слава богу, позволяют не сидеть ему в телефоне в это время. Ну, за этим прям следят. Хорошо. В детских оздоровительных компаниях на базе наших вурманских школ преподаватели работают те, которые в этих школах? Не обязательно. Не обязательно. Из нашего педагогического университета, из педагогического колледжа на практику ребята приходят, подтягиваются самостоятельно или им нужно это как практика прохождения? Конечно, юные педагоги, я их называю еще юными, да, но тем не менее уже педагоги, которые, соответственно, еще обучаются в высших учебных заведениях, они проходят практику на базе городских оздоровительных лагерей, также они, соответственно, по возрасту и по уровню уже образовательные сопровождали детей на юг. Конечно, тот опыт, который получают юные педагоги не на уроках, не в течение учебного года, а именно вот в воспитательном плане в лагерях, он колоссальный. Многие студенты говорили о том, что вот эта школьная жизнь, которую они как педагоги не видели еще, им очень интересно, и они получили большой опыт. Ну да, она интересна, но и на иная ответственность, потому что одно дело провести урок, это очень сложно, а здесь надо совершенно иное, здесь надо занять ребенка, чтобы ему не было скучно. Причем занять все 25 детей, чтобы всем 25 было интересно. Всем 25 детям. Кстати, отзывы от ребят, которые еще студенты, есть от них отзывы? Понравилось, не понравилось, захватило, не захватило, поедут еще, будут работать. Вы знаете, наверное, самым большим отзывом, и это, потому что слова есть слова все-таки, да, то, что студенты у нас ездили в течение всей летней кампании, есть те студенты, которые начинали ездить с первой, самой первой летней смены выездной до самого конца, и они ездили постоянно. Конечно, это говорит о том, что заинтересованность и интерес у ребят появлялся. С учетом того, что сейчас год педагога и наставника, старшие поколения, старшие преподаватели, они делились своими впечатлениями о том, кто им придет на смену? Конечно, конечно. Соответственно, все студенты были при своих наставниках, педагогах, постоянно спрашивали, консультировались, спрашивали у нас. То есть опыт, обмен опытом у них был, конечно, колоссальный. Не только с одним человеком, которым он был, как студент представлен, да, но со всеми педагогами, которые находились в данном случае и в поездке, и мы на связи по телефону или при личных встречах, такие тоже были. Приходили даже родители студентов, которые интересовались, несмотря на то, что дети уже взрослые. А где это мой студент работает? Да, но они, тем не менее, еще для каждого родителя, это ребенок, тоже интересовались, тоже переживали, но отрицательных отзывов нет. Отрицательных отзывов нет. Вот смотрите, у нас получается прекрасная, хорошая, результативная работа по итогам минувшего сезона. И тем не менее, мы сейчас немного проблематики добавим. Беспрестанно говорят о том, что у нас не хватает в отдельных дисциплинах педагогов, преподавателей, не обязательно предметников, но, в общем-то, не хватает людей, которые занимаются вне классной работы, воспитательной работой по итогам кампании. Я же понимаю, что старшие преподаватели, старшие учителя спрашивают, будешь ли ты потом работать, придешь ли ты к нам в другую школу, будешь ли ты работать с детьми. Вот эта коммуникация, она существует. Есть ли хоть какой-то намек, вот какая-то гарантия о том, что дети, которые побывали внутри этой системы, они дали надежду на то, что они придут? Вы знаете, отзывов обратных было очень много, что да, интересно, да, придем, когда закончим обучение, соответственно, придем. Отследить дальше, конечно, вот нам, как организаторам отдыха, бывает сложно, но периодически мы получаем отзывы обратно. Даже получаем у нас следующую кампанию, когда приходят эти же ребята и говорят о том, что да, мы работаем сейчас уже, мы уже не студенты, мы уже работаем в школе. Бывали и такие случаи, вот, к сожалению, да, здесь отследить это очень сложно. Ну, нам остается только надеяться на то, что все эти студенты все-таки придут работать в школу и поймут, что общение с детьми всегда – это большой заряд энергии для любого взрослого человека. Тот, кто работал в школе, меня поймет. Без этого очень тяжело. Не умаляя гиперответственности, которая стоит и лежит на всех наших учителях и педагогах, потому что, ну, ну-ка, жизни детей им верены. Мне кажется, я спросила все, вот просто все вытащила, все расспросила, все разузнала. Мне бы хотелось, конечно же, в завершение нашей программы пожелать, чтобы эта практика, которая существует уже далеко не один год, чтобы она была, чтобы действительно детям было чем заняться, не обязательно отлеживать бока во время каникул, а чтобы они могли много узнать. Пока человек узнает, он развивается. Мы очень на это надеемся, и мы развиваемся вместе с детьми, и стараемся делать отдых максимально разнообразным, интересным. Спасибо вам огромное. У нас в гостях Екатерина Владимировна Веретенникова, консультант отдела воспитания дополнительного образования охраны прав несовершеннолетних Комитета по образованию администрации города Мурманск. Заходите на сайт Комитета по образованию администрации города Мурманск, следите о том, когда, где, в каких школах начинают работы лагеря, когда нужно подавать документы, заявки, перечень документов. Это все можно узнать не только у вас, но и тоже портал Госуслуг. Заглядывайте почаще. Хотя сейчас это иногда тревожно заходить на сайт Госуслуг. Спасибо вам огромное. Спасибо вам. Успехов. Берегите, пожалуйста, себя. Пусть у вас все получается так, как вы планируете и делаете. Спасибо. Будем на это надеяться. Спасибо. До новых встреч.